всем привет дорогие друзья сегодня попробую раскрыть для вас тему под названием строгий отец я это видео задумал буквально пару дней назад и размышлял как лучше это сделать в этот раз не требовалось спешить мне так сразу показалось нужно немножко поварить это в голове и вы знаете на удивление у меня родилась типология строгих отцов типов я насчитал 3 конечно я опирался на свой педагогический опыт на опыт консультирования тех вопросов которые задают родители такие как вы на семинарах на моих и все это как-то попытался собрать и сейчас вот этим с вами намереваюсь и поделиться значит тип 1 ситуативная строгость этот тип очень часто распространен это когда папа понимает что он в семье все-таки главный и все-таки иногда нужно доставать шашку и резво лихо ей размахивать чтобы искры летели вот это я называю ситуативная строгость может это происходить и по другим причинам это может быть про из по просьбе происходить по просьбе например супруги что это ты давно воспитанием не занимался все работаешь доработаешь сын от рук отбился или дочь и тогда такой папа опять же достает свою шашку начинает ей размахивать и всем от этого становится не по себе а главное это происходит достаточно неожиданно потому что в основном папа добр и покладист а тут вдруг вот такие вот периодически взрывы эмоциональные конечно же с благой целью конечно же чтобы навести порядок чтобы добиться дисциплины все только ради блага ну как и всегда ну вы знаете второй тип строгого отца это чрезмерная строгость я это так назвал что это такое это часто происходит из страха и страха что может что-то пойти не так из страха того что я что-то пропущу что-то важное пропущу я могу на минутку расслабиться и вырастить какую-то тряпку иногда бывает это даже относится и к девочкам тоже зачем растить тряпку я выбираю такой стиль при котором никакая тряпка не проскочит во взрослую жизнь а проскочит достойный уверенный крепкий жесткий целеустремлен и все это не получится все это не будет так при чрезмерной строгости все это к сожалению так не произойдет но кажется что именно вот такой жесткий стиль будет этому способствовать ну давайте крит не кривить душой это иногда может сработать но в таких редких случаев что они практически не встречаются зато встречаются последствия вот таких вот чрезмерных строгих отцов и вот эти последствия я вижу часто как раз своей педагогической практике когда на урок приходит ребенок у которого очень строгий папа причем мама откровенно это говорит что вы знаете у нас проблема я не могу с ребенком заниматься да и у папы не сильно получается точнее у папы получается но когда я вижу как у папы получается я начинаю резко спасать ребенка такой ребенок приходит на занятия садится веселый мальчик улыбающийся и когда я в игровой форме максимально мягко применяя весь свой педагогический опыт стараюсь его начинать вовлекать ребенок засекая малейшее какое-то действие которое у него не получилось опять же таки то что она не получилось он это сам оценил он сам это увидел у него начинают дергаться губы он начинает пытаться заплакать или например мы играем с детьми в какую-то подвижную игру с мячом я бросаю мяч и в какой-то момент какое-то мое действие в сторону ребенка классифика классифицируется ребенком как попытка ударить и вот получается но это может быть знаете как может быть как бывает с мячом так ложный такой бросок да так захотел бросить потом раз в мяч придержал рука а потом уже бросил мяч так вот при вот таких вот резких каких-то моих движениях ребенок начинает закрываться так как будто бы я сейчас начинаю какие-то удары наносить вот такие детей очень мало на такие дети просто вот вот сквозят такими реакциями то есть они видят опасность в тех местах где присутствует похожий на того кто был таким вот жестким строгим и вот так вот позволял себе рукоприкладство поэтому вот это вот излишняя строгость возможно из страха за будущее да как я уже сказал чтоб тряпку не воспитать возможно из каких-то опыта своего это вывод из своего опыта что надо так потому что я видел по-другому я не хочу что было так ну и так далее все это приводит к таким последствиям что не удается воспитать вот такую вот стремящуюся независимую личность которая будет добиваться которая будет пробиваться ребенок очень много энергии в этот момент тратит на защиту и он ее как я уже сказал на моих уроках тратит на защиту там где она не нужна он очень озабочен вот этой вот вот этим вот созданием этого защитного механизма ну и третий тип догадывайтесь наверно речь пойдет о золотой середине о том что хотелось бы быть это конечно умеренная строгость что такое умеренная строгость представьте себе что вы живете в государстве где нет законов в принципе законов не существует это очень сложно возможен произвол и издевательство и какие-то странные вещи могут происходить в таком государстве где нет закона так вот умеренно строгий папа это фактически как закон в государстве то есть это не ситуативная строгость это понимание что умеренная строгость должна быть примерно постоянно это не вот та вот чрезмерная строгость которая дает ребенку дополнительную нагрузку в виде построения защитных механизмов и с папой и везде где кто-то на папу как-то похож вот это кстати тоже очень плохо да а это как раз та строгость которая для ребенка является тем самым направляющим да вот представьте что я не знаю конвейер пока ленточный конвейер по которому на заводе или на фабрике до что-то движется у него есть борта чтоб там не повыпадала ну и у него есть достаточно такая ширина где то что там перемещается она может как-то люфт влево люфт вправо иметь и в то же время движение осуществляется да и ничего не упадает очень удобно вот так примерно работает и умеренная строгость то есть она показывает границы она показывает что сюда переступать нельзя сюда тоже переходить нельзя но есть достаточное пространство для свободы это самая сложная история вот это реализовать сложнее всего почему ну потому что это если мы с вами захотим нарисовать такого папу который обладает так сказать вот этой вот умеренной строгостью то мы сразу быстро догадаемся что мы рисуем сейчас какого-то идеального папу папу которого который достаточно сильный внутри не только внешне не внешне а внутренне сильный у него уверенная позиция в жизни и конечно мы должны понимать что здесь мы можем с одной стороны очень сильно расстраиваться потому что мы не такие я имею виду отцов да но мы здесь можем в то же время понимать что хорошо во многих сферах где нам важно наше функционирование знать тот самый уровень которому стоит стремиться поэтому сейчас об этой об этих трех типов строгих отцов я с вам рассказал для того чтобы вы нашли сейчас себя где находитесь вы вы какому сейчас типу ближе вот этому ситуативному строгому к излишне строгому или у вас все прекрасно и у вас умеренная строгость и если вдруг вы находитесь не в последнем не в последнюю типологию вы не входите а у вас либо ситуативная либо постоянно чтобы вы задумались возможно пересмотрели какие-то свои стратегии и мне очень бы не хотелось чтобы это видео использовали женщины как возможность ткнуть носом своего мужа и сказать вот посмотри этими давно говорила это видео записывается для того чтобы на него вы как-то возможно опирались возможно она вас сподвигло к какому-то пересмотру своих стратегий ну и поскольку моя миссия и всей моей деятельности является желание привлечь родителей к осознанному родительству то это видео также направлено на то чтобы привлечь родителей пап к осознанному отцовству вот то чем я хотел с вами сегодня поделиться благодарю за просмотр за внимание если есть какие-то комментарии всегда их с радостью почитаю всем до свидания до связи спасибо за просмотр! спасибо! и